А мы продолжаем программу и представляем вам нашу гостью. Это Анна, и она побывала в ЮАР полтора года, и нам об этом сегодня расскажет. Анна, доброе утро. Доброе утро. Анна, расскажите, как же вас туда занесло? Так получилось, что моя мама связана с путешествиями, и она очень много ездит в другие страны по работе. И как-то раз она поехала в Нидерланд, где встретила мужчину южноафриканца, и, как говорится, любовь с первого взгляда, и они решили пожениться, бросить все и уехать в ЮАР, и меня с собой забрали. И ты полтора года жила там, и ты тогда еще ходила в школу там. Да, мне пришлось ходить в местную южноафриканскую школу, это было большим испытанием для меня. Анна, а как тебе, ярославской девочке, там жилось? Конечно, первое впечатление — это культурный шок, все абсолютно по-другому, но, с другой стороны, море новых впечатлений. Расскажи, что тебя самое такое, может быть, шокировало, когда ты приехала и впечатлила? Шокировало меня, наверное, наличие обезьян на улицах. Вот как у нас ярославли голуби, садятся, не боятся людей, так же обезьяны, они кусаются. То есть идешь по улице, и там просто дикие обезьяны? Абсолютно так. Они на деревья запрыгивают около твоего дома, едят все, что плохо лежит в домах, забираются. Патри Старич, слушай, ну, я думаю, нужно маленькую ремарку сделать, что как бы ЮАР все-таки — это страна в Африке, которая отличается от остальных стран, правильно? Она более такая цивилизованная, более даже, сказал бы, белая, верно? Да, более белая. 9% белого населения живет в ЮАР, а остальные — это племена и черные. Ну, все-таки прошло полтора года, и ты вернулась. Да, я вернулась, я не смогла прожить без Родины, без Ярославля. Все-таки тянет? Все-таки тянет, конечно, назад, потому что менталитет совершенно другой, и сложно было с людьми иногда, поэтому захотелось обратно. Чего тебе больше всего не хватало там? Борща, наверное, и березку обнять хотелось. Такие стандартные какие-то русские мигрантские желания. Да, стереотипы, конечно. Конечно, да. Скажи, в планах у тебя, может быть, есть теперь ты там уже хочешь что-нибудь другое покорить, место, пожить где-нибудь? На самом деле, очень хочу побывать в Азии, никогда не бывала, и все азиатские страны, пожалуй, впереди. Я посещу. Аня, ты принесла к нам кучу всяких вещей, расскажи о том, что это у нас на столе, ну, кроме наших стандартных чашек. Ваши стандартные чашки с водой. На самом деле, это обычные тарелки какие-то, сделанные из дерева, и можно купить на любом африканском рынке, около пляжа стоят женщины. Это как сувениры? Да, абсолютно сувениры. Их используют там, нет? Это как бы вот просто... Да, и в них едят. А, это обычные? Да, это как бы подставки, можно под ваши чашки приложить, наверное. Очень здорово. Вот, тут нарисованы буйволы. Это все сделано из дерева, да? Это животное, это все, да. А это уже производство такое, как бы масштабное, или это ручная, ручная работа? Это ручная работа. Ручная. Что в этих пакетиках? Одно из угощений африканских, называется билтонг, сушеное мясо, то есть оно не вареное, не жареное, оно как вяленое, засушеное. И вот это, я так вижу, здесь картинка некой газели, антилопы, да? Нет, это разновидность газели. Хорошо, а во втором пакетике ты нам принесла мясо... Страуса. Мясо страуса. Друзья, как раз к постной неделе мясо страуса очень подходит. Оль, не хочешь попробовать? Ань, а ты всем этим питаешься до сих пор? На самом деле, мне было очень интересно попробовать это, я с удовольствием попробовала мясо страуса в первый раз и другие мясо антилопы. Предлагаю сейчас, Дима, на тебе испробовать, вкусно ли это мясо страуса. Просто я тебе выбираю самый жирненький кусочек. Ну попробуйте. Дим, ну ради такого случая, когда ты еще попробуешь? Ой. Давайте со мной тогда. Давай. Похоже на самом деле на жвачку. Ну, солененькое вкусное, кстати, да? А вы боялись. Да. Вообще вкусно. Правда вкусно. Я бы не сказал, что мясо страуса похоже просто на мясо курицы. А это, я так понимаю, их местная валюта. Да. Как она называется? Ранды. Ранды. Соотношение сейчас. Это Нессин Мандела. Первый черный президент. Аня, что можно купить на 10... Как их? Рандов. 10 рандов. На 10 рандов можно купить десяток яиц, допустим. О, серьезно? Да. Это даже нормально? 60 рублей. А, а вот это? Два ранды? Это два ранды. Все, ясно, тоже анимонеты делают. Аня, я очень удивилась, когда узнала, что, оказывается, ты в свои, там, 18 лет знаешь три языка уже? Четыре. Четыре. Ну, если считать русский, то четыре получается. Ну, мы не считаем. Просто так получилось, что английский мне пришлось выучить в Южной Африке, потому что это первый национальный язык из 11 официальных. Ого. Да, и я не говорила ни слова, и пришлось, когда я пришла в школу, со мной разговаривали по-английски, я писала сочинения по Шекспиру на английском, и да, и мой отчим был британцем по национальности. Представляешь, видишь, ты в Южноафриканской республике, и на английском пишешь сочинения по Шекспиру. Вот одна отличная начало жизни. И, ну, так тебе пришлось выучить английский язык? Да, потом немецкий я учила, когда была в программе по обмену в Швейцарии, это было давно. Ой, ты даже уже успела съездить в Швейцарию? Да, так получилось, что решилась поехать в Швейцарию. Вот, и французский я учила, когда жила в Ярославле, 42-я школа. По-французски тоже говоришь, ну, слушай, потрясающе, а вот эта вот вещь, что это, конструкция? Ребят, я понятия не имею, но я думаю, что это просто декор славы. Она просто такая, друзья, движущаяся, видите, вся, и она может упасть даже. Но мы не будем этого делать. Ну, это да. Аня, что ты вот посоветуешь человеку, который все-таки решит отправиться в ЮАР? Вот, я знаю, что Дима очень мечтает туда отправиться. Я бы хотел, да. Ну, тогда добро пожаловать. И, конечно, разнообразие, многообразие флоры и фауны, сафари и океаны индийские. Стоит посетить, конечно, заповедники национальные, где ты можешь поехать... Подожди, подожди, пингвины. Это твои фотографии из Африки, с пингвинами. Да, это из Кейптауна. Они так же ходят, как обезьяны по улицам? Абсолютно так же, на побережье сидят. Подожди, дикие пингвины просто ходят. Просто ходят. Не боятся людей. Это тоже в заповеднике фотография была. Слава богу, что в заповеднике. Кошачьим. Блин, я мне настолько, мне уже просто... Я мечтаю туда съездить, там побывать. Мне кажется, что это настолько все нереально. Ну, слушай, и в заключение, какие-то были необычные истории с тобой? Приключались там? Необычные истории, как раз-таки связанные с обезьяной, приключились в Кейптауне с моей семьей. Когда пошли... Моя семья пошла в ресторан, с ними сидела рядом обезьяна и внимательно наблюдала за ними. Она ничего не брала, не нападала. Как только они ушли, обезьяна последовала за ними. И мама начала доставать ремонт-контроль брелок, который открывает машину. Они там на своей машине приехали. Она открыла, и мы, конечно, понимаем, что обезьяны умные, но не настолько, что она поняла, что когда человек нажимает на брелок... То машина открывается. То машина открывается. Значит, обезьяна сама, пока мама нажимала, зашла в машину, все там просто погром, вынесла все пакеты с едой. Народ не знал, что делать, все за этим наблюдали, вызвали специального человека с палкой, который эту обезьяну вытурил. То есть есть специальные люди, которые следят за этими обезьянами. То есть это был большой бабуин. Это не маленькие мартышки, а большой бабуин, который опасный. Да, Ксения, я вообще как-то с ними тоже сталкивался, когда на боли был. Это такие ребята очень опасные, знаешь, ты вроде как кормишь их, а они шипят на тебя и могут атаковать. Тебе кажется, что они миленькие, на самом деле страшно немножко. Как бы хотелось все это увидеть своими глазами. Ну что, Аня, спасибо тебе огромное, что ты к нам пришла. Мы с удовольствием, я думаю, вместе, да, отправимся. Когда-нибудь. Когда-нибудь. Спасибо тебе огромное. Вам спасибо, ребята. Музыка. Продолжение следует...